Дело в том, что Красная Поляна переименовалась в город Романовск. Помните, я вам рассказывала, что государственная комиссия царская тщательно обследовала этот поселок, пришла к выводу, что она является ценнейшей угорно-климатической станцией. И вот после этих событий земельные участки начали распределяться под застройку дач. Сюда начали приезжать привилегированные особы. Если взглянуть на карту распределения земель вообще 1914 года, то можно увидеть такие знаменитые фамилии, как Шалятин, Юсупов, Витте и так далее. Меценаты очень многие выкупали здесь земельные участки и строили для себя здесь дачи. Поэтому в свое время даже переименовалась в город Романовск. Но такое название просуществовало лишь до событий революции 1917 года. И потом в силу политической идеологии снова вернулись к первоначальному названию Красная Поляна. Ну а мы сейчас едем по улице Олимпийских рекордов. Вот такие красивые названия нам оставила Олимпиада. Кстати, если бы мы уехали туда дальше за Розу Хутор по дороге, то все, трасса бы закончилась. Мы бы попали опять на территорию Кавказского биосферного заповедника. То есть там начинается лес, перевалы, дикий лес и так далее. То есть Роза Хутор является уже конечными постройками. Да и вообще поселочек Эстасадок, в котором мы сейчас находимся. Напоминаю, что именно он находится в трех километрах от Красной Поляны. Именно здесь находятся три горнолыжных курорта со своими канатными дорогами. Кстати, каждая носит свое название. У Розы Хутор канатная дорога Олимпия. Вы сегодня поднимались по горной карусели. Ну а Газпромовская канатная дорога, так мы ее и называем. Так вот, именно здесь располагается четыре олимпийских объекта. Я думаю, с канатной дороги вы наблюдали биатлонный комплекс. Вот как раз за вот этим вот перевалом за хребтом находится горнолыжной трассы.